Всем привет! Меня зовут Илья и в этом видео я попытаюсь разобраться, почему люди играют криво, почему люди не попадают, по каким таким неведомым причинам людям трудно играть с метрономом, трудно играть с барабанщиком, трудно попадать в долю, трудно сыграть синкопу, трудно сыграть с метрономом и вообще трудно, все. Также в этом видео я расскажу о том, какие бывают метрономы, какие лучше использовать, где их искать вообще и как этим пользоваться. К тому же дам пару отличных профессиональных советов на тему того, как использовать метрономы, как с ними работать, плюс еще упражнения. Итак, начнем. Причина того, почему люди играют криво. Я выделил пять причин, это лично моя математика, ты можешь с этим не согласиться, напиши в комментариях, если что-то не так. Первая причина это техника. Техника это очень важная вещь, если у человека неправильно стоят руки, или у него зажаты руки, или нет переменного штриха, или, к примеру, неправильное движение рук, нет синхронности рук, координация очень плохая, то этот человек будет страдать от кривости игры. Вообще, абсолютно факт. Если у человека немножко отсутствует координация, даже чуть-чуть раз координация рук, он немножко извлекает правой рукой быстрее, чем левый или наоборот, или, например, он играет бой на гитаре, какие-то аккорды. Лично я часто замечал, человек играет аккорды, у него просто неправильное движение вверх-вниз, не в правильной последности, у него уже криво все, он уже не может попасть, именно поэтому. Отсюда вытекает первое упражнение этого видео, это упражнение на координацию рук. Берем гитару, берем метроном, ставим темп небольшой 70, к примеру. Я беру 70, ставим BPM 70 и играем, например, мажорную гамму или минорную гамму 16-ми нотами, по 4 ноты на каждый удар. Это упражнение в свое время помогло мне намного прокачать свою координацию рук и увеличить мелкомоторность игры, увеличить чувство 16-х нот, развить координацию, развить технику и вообще работать с метрономом приятно с таким упражнением. Вы можете, ты можешь взять любую гамму, которая значит пентатонику, либо просто гамму, не знаю, 3 звуча и поиграть 16-ми нотами, мелкими длительностями. Это очень хорошо сказано на координации и при игре пару часов этого упражнения координация рук намного улучшится. Причина номер два того, почему люди играют криво – это непонимание длительности нот. Человек не осознает, что существуют некие элементы ритма, четверть, восьмая, шестнадцатая, какая угодно, целая половинная. Он плавает, как в тумане. Он примерно представляет, что это, но относится к этому, может быть, несерьезно и неосознанно. Он играет неосознанно, не понимая этого. Это очень плохо, потому что в первую очередь все идет от мозга, осознания ритма, осознания элементов вот этих. Третья причина, почему люди играют криво – это незнание нотной грамоты. Да. Недаром умные великие люди древности придумали именно графическое обозначение нот как символ, как знак. Это не просто так человек смотрит в лист и видит уже графически у него на подсознании, например, два штиля, три штиля. Он видит уже, как делить на подсознательном уровне. Если человек этого не понимает, опять же, будет сложно. Он может снять ровно, но не зная, как это пишется, не зная, как это представить в голове, построить, нарисовать вот эти ноты. Человек не может нарисовать, он не знает нотной грамоты. Соответственно, ему будет гораздо сложнее играть ровно, реально сложнее. Штиль – это палочка над нотой, и кто не знает. Четвертая причина кривости – это халатное отношение к своим партиям. Да, халатное отношение к материалу. Человек не готовится к репетициям, не учит своей партии, не учит материал. Он пришел на репетицию или на студию записываться, И вместо того, чтобы сосредоточиться на ровности, на то, чтобы попадать куда надо, играть, полностью сконцентрироваться, поймать эту связь с космосом, сконцентрироваться и сыграть ровно, сыграть супер ровно, супер грув, он тратит эту энергию на то, чтобы вспомнить, на то, чтобы, там, не знаю, либо вспомнить, либо сымпровизировать. Соответственно, отсюда могут появляться неровности, отсутствие каких-то грувов, отсутствие крутости игры. Это четвертая причина. Последняя, пятая причина кривости игры, это, как ты уже мог догадаться, и все об этом знают, самая распространенная причина, это занятие без метронома. Если ты сейчас, например, занимаешься дома и не включаешь метроном, то лучше тебе это сделать, потому что иначе все равно придется включить рано или поздно, дабы ты хочешь, чтобы твой бас звучал и твоя игра была полезна людям. Рано или поздно придется включить все равно, даже если ты сейчас не занимался никогда и не занимаешься. Поэтому лучше начать как можно раньше. В древние первобытные времена люди использовали механический метроном с таким металлическим маятником, который тикал и вращался вперед-назад. Можно было настроить. По законам Вселенной, по законам физики он двигался быстрее или медленнее. Но так как мы живем в современном мире электрических технологий, компьютерных программ, то сейчас на смену пришли цифровые метрономы. Естественно, люди забили и забыли про механические по ряду причин. Во-первых, механические метрономы неточные по этой простой причине. Они могут быть неточными. Так как там металлический маятник, скажем, температура воздуха изменилась, или зима, или лето пришло, то по законам этой Вселенной, соответственно, изменилась структура вот этой вот металла. Знаете, что металл расширяется, но это другие каналы, но на других каналах вам расскажут лучше про это. Но, значит, он неточный. Может быть неточным. Это первая причина. Вторая неудобная. Он большой, и таскать его на репетицию – это вообще бред, куда ты его запихнешь. Соответственно, механический метроном по ряду причин отпадает. Второе – цифровой метроном. Где искать вообще и какой можно использовать цифровой метроном? Есть много вариантов. Первый вариант, которым я сам частенько пользуюсь – это зайти на Google. и ввести в поисковике слово «метроном». И вам высветится в самом первом строчке, собственно, шкала BPM, кнопочка «play» и что там еще высветится. Ну, и вы увидите, нажмете «play» и у вас играет метроном. Это первый вариант. Тоже имеет место быть. Второй вариант – это сотовый телефон. На телефон можно просто скачать приложение «метроном». У меня оно есть, собственно. Можно бесплатно скачать. Очень отличное приложение. У меня просто называется «метроном». Здесь есть, собственно, все. Размер можно выстроить, темп, даже звук метронома. Также можно через мини-джек вывести, например, на пульт. Вы пришли на репетицию, можете просто со своим смартфоном воткнуть в пульт, и у вас будет тик. И, в общем-то, этого достаточно. Не обязательно тратить деньги на тысячи рублей на какие-то дорогие метрономы. Достаточно клика, телефона и скачанной программы. Все. У вас отличный метроном. И последний вариант метронома для тех, кто считает себя настоящим эстетом, настоящим true музыкантом, профессионалом с вашей буквы. Это профессиональные, дорогие метрономы, цифровые метрономы. Например, корк. Такие метрономы я видел на мастер-классах. Если, например, ты даешь мастер-классы, ездишь, какие-то концерты сольные, то такой метроном будет реально крутой. Потому что там он выбивает различные длительности, триоли, восьмушки. Даже есть режим голосом. Красивым голосом женщины будут вам там one, two, three, one, two, three. Я не могу так. Ну, в общем, вы поняли. Но такие метрономы стоят около пяти-шести тысяч. Соответственно, не каждый готов тратить деньги на такую вещь, как метроном. Поэтому можно просто установить приложение на телефон. Идем дальше. Непосредственно к занятиям, к упражнениям прокачки скилла. Первый совет, который могу дать лично, реально крутой совет, это уделять время, уделять огромное время и вообще значение четвертям. Те, кто знают, они знают, что четверти это, пожалуй, самая главная длительность. Это супер важно играть четверти. По сути, вся музыка это четверти, которые мы делим уже на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8 и так далее. По сути, это все четверти, которые мы делим. И научиться делить четверти на 2 и так далее. Сначала на 2, а потом так, и потом дальше по математической шкале. Это и есть как бы залог успеха при работе с метрономом и вообще чувством ритма игры с барабанщиком и прочее. Поэтому занимайтесь четвертями. Играйте четверти очень много и очень часто. На первых порах, особенно когда взяли метроном, игра четверти должна быть просто каждый день по много часов, чтобы выработать внутренний пульс. Это не просто игра ровная, игра двумя пальцами и струной. А еще и в мозгу у вас вбивается вот этот пульс внутренний. Раз, два. Вы можете уже не считать будете. Вам не надо будет включать метроном, у вас уже будет подсознательно в голове пульсация. Все. Но для этого нужно очень много играть четверти. Постоянно. И дальше их делить, соответственно. Ну, по логике вещей можно взять простое упражнение, ту же мажорную гамму, играть четвертями. По тому же принципу, что и упражнение на координацию с 16-ми нотами. Вот, только мы играем четверти. Врубаем метроном. Реклама, реклама. Что-то реклама не врубается сейчас. Допустим, BPM 80. Играем четверти. Очень внимательно сосредоточен. Не как я сейчас, а внимательно. Второе упражнение, второй совет при работе с метрономом, это используйте метроном с широким пространством. Что это значит? Это значит, что мы укладываем в широкий клик большое количество нот в маленьком темпе. К примеру, ставлю метроном на 30. У меня меньше не ставится, может было меньше поставить. Почему-то, кстати, раньше ставилось. Ставим клик 30. Слушаем его. И пытаемся уложить 4 ровные ноты. Получается, что у нас один клик, целая нота. Мы укладываем 4 четверти. Раз. Два. Раз, два, три, четыре. 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 Упражнение номер три На работу со слабыми долями Оно может показаться многим сложным В чем суть? Суть в том, что метроном бьет на вторую восьмушку каждой доли Это в долю Теперь мы должны сделать так, чтобы метроном кликал не в долю, а на И И, наконец, последнее на сегодня упражнение Это постепенное уменьшение темпа в два раза При игре каких-то партий Но при этом не изменяя саму партию Как это выглядит? Например, возьмем риф фанкового характера И сыграем его в трех разных темпах Нужно постоянно заниматься Всегда Даже если у тебя под рукой нет бас-гитары Или если ты гитарист гитарой Если ты барабанщик барабанов Можно заниматься и без этого В наушниках, никому не мешая Или просто стуча по коленкам Или с метрономом в ушах Люди, которые реально хотят Стать крутыми музыкантами Они постоянно занимаются Поэтому придется постоянно заниматься И для того, чтобы чувствовать время Для того, чтобы быть ровным И круто качать Для чего нужно быть ровным? Чтобы играть крутые Что качало ваш бас Если ты не качаешь на басу То смысл Зачем тогда басистом быть? Кому-то нужно, естественно, никому Поэтому дабы качать Дабы круто играть Ровно и со вкусом Всегда надо заниматься На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментарии не забывайте писать С вами был Илья Пока